Всем привет, мои хорошие! Начинаю новый влог вот в такой вот красивой масочке от Фаберлик Гламмерс. Мы с вами закончили предыдущий влог на этой ноте и на этой же начинаем новый. Будем украшать квартиру. Думала сначала убраться, потом украшать, поняла, что смысла нету. Потому что сейчас от ёлок, от мишуры будет сыпаться мусор, поэтому мы сначала украсим, а потом будем убираться. Освободили место под ёлку, я надеюсь, она у нас сюда влезет. Если диван не будет мешать. Если диван не будет мешать. Сейчас всё достаю с полки, лезу на полку и будем с вами смотреть, что там у меня в закромах и что будем делать. Так, ну всё, достали. Вот у нас ёлка в разборном виде. Ёлка у нас двух метров, по-моему, или метр восемьдесят. Очень классно, пушистая. Нам повезло, мы как-то в один год, по-моему, ещё до вот этого пупса, взяли её на рынке. Прямо что-то за тысячу рублей. Сейчас вот такие ёлки аналогичные, они стоят под десять тысяч рублей минимум. Как-то нам повезло. Так, что у нас тут ещё? Вот такое наклейки. Мы сейчас будем на окно клеить. Да, потом вот такая штучка есть, не помню, где брала. Может быть, даже в фикс-прайсе красивая. Здесь есть петелечка, она вешается на что-то. Мишуры, да, много мишуры, гирлянды. Вот это я показывала вам в обзоре заказа Галамарта. Это сетка на окно. Тут, конечно, квест сейчас будет, потому что распутать сетку я прям плохо представляю себя за этим делом, но делать нечем. Подожди, надо окно сначала протереть. И игрушки, ёлочная гирлянда, вон там чёрная. Она очень длинная, её одну хватает на всю ёлку. Вот эти игрушки у нас новые. Вот эти, кстати, мы в том году, или даже два года назад, мы делали с котёнком сами из гипса, по-моему. Заливали формочки в обычные, которые у нас были, да, и делали. И потом покрывали лаком, лаком для ногтей, между прочим. И вот такие вот и блёстками для ногтей. У нас получились игрушки. Месяц мы проделывали дырочки, гипс застыл, и они такие вот... Слышите звук? Такие, как керамика. Так, вот такая. Где-то у нас ещё в коробке, по-моему, самодельные игрушки есть. Вот такая веточка из шариков. Покупала маленькие шарики и связала из них веточку. И буду куда-то её вешать тоже. Из старых советских шариков осталось мало. Ну, точнее, я не забирала их из дома. У мамы купила новые. Мне нравится очень украшать ёлку в жёлто-красном стиле. Вот знаете, как у американцев в фильмах. Мне так нравится, когда зелёный, жёлтый, красный. Это сочно, это празднично. Прям, ну, для меня самый идеальный. Да, вот ещё одну. Так, котёнок нашёл. Вот такую вот игрушечку самодельную. Блёсточком покрытым. Из советских старых у меня здесь, знаете, что есть, девчонки. Так, котёнок, что ты там за шары? Вот эта рыбка, это игрушка моего детства. Ей уже, то есть, больше 30 лет, точно. Так, вот эти шары, это тоже из детства. Ага, сердечко. Вот это тоже из детства. Им уже тоже, вот тут штучка потерялась. Сейчас поищем. Причём они из такого стекла сделаны, их разбить тяжело. Слышите, плотные. И внутри получается мишера. Мишера, да, блёски. Крышечка. Вот этим игрушкам тоже больше 30 лет. Это из старых. Вот старая ещё тоже. Это из нового детства. А вот колокольчик, кстати, у нас ещё. Да, вот колокольчик. Вот этот колокольчик тоже из детства игрушка. Она же такой немножко, видите, пооблес. Я не знаю, буду вешать их или нет. Я смотрю потом. Снежинка из детства. Тоже советская игрушка. Шишечка. Мне кажется, у всех в советское время были игрушки одинаковые. Поэтому то, что я сейчас показываю, наверняка есть и у вас. Напишите, девчонки, храните советские игрушки. Наряжайте ими ёлки. Вот такая шишечка. Вот этот фонарик советская игрушка из детства. Я его, по-моему, не вешаю никогда. Но храню, но храню. Вот этот шарик из детства разбитый. Но его бы выкинуть уже надо видеть. Это всё равно. Храним, да. Тоже вот это из детства виноградик. Вот это из детства игрушка. Вот это. Они все почему-то без верхушек. А вот я нашла. А, крышечку надевай на шар. И вот это из детства тоже. Её мы вешаем, по-моему, она золотая подходит. Цветочки у меня есть на ёлочку вот такие. И есть бантики. Я покупала ленту мотком и сама делала бантики. Ну, сейчас распрямит вас. Ну, сейчас распрямим. Мы бантики сейчас будем распрямлять и вешать. Серебряные бантики, красные и золотые. Я покупала вот таких три ленты и делали бантики на ёлку. Чтобы всё гармонично и красиво так смотрелось. Так, ну всё. Сейчас, знаете, что хочу сделать, девчонки? С той стороны. С обратной я уже окно протёрла. Сейчас надо с этой снять у нас ещё хэллоуинский декор. Ты полезешь сама? Я уже икрывала, но я сейчас подлезу сюда. Мне удобнее. То тебе на подоконник придётся лезть. И вот эту гирлянду я тоже сниму, потому что сюда на это окно я буду вешать сетку. А вот эту гирлянду куда-нибудь сейчас котёночку возле кровати придумаем. Да, в твою. Вот так. Сейчас вот это всё снимем. Сниму гирлянду. Протру окно. Распутаю сетку. Я надеюсь, что я её распутаю. И приклеим наклеечки. Обязательно. Обязательно. Как же без наклеечек? Сейчас сначала вот этими салфетками пройдусь. У меня здесь принтер и компьютер стоит на подоконнике. Девчонки, потому что квартира маленькая, ставить некуда. Вот. Принтер и процессор. Вот это всё сейчас от пылюки протру. Тоже вот этими салфетками фаберликовскими. А потом вот этой вот тряпочкой своей любимой, которой я везде и всюду убираюсь. Ну, погнали. Так, ну всё. Повесили, распутали с горем пополам. Ну, относительно быстро, в принципе. Не клей, Ксюша! Я не хочу их сюда клеить, потому что с этой сеткой будет оляписто как-то, мне кажется. Может, мы их на кухне, на кнопку, лучше котёнок клеим? Да. А, ну или на балконную дверь тогда сейчас. Вот на эту. На балконную дверь наклеим. Потому что будет оляписто. Пока не очень хорошо вам видно, потому что, когда темнота будет, когда темнота будет, будет видно лучше. Вот она горит. Она просто горит тёплым светом, монотонно. Не моргает ничего. Это просто он так камера передаёт, что она как будто моргает. Нет. Цвет, мне кажется, в темноте будет очень красиво. Кстати, золотые сюда подойдут, да. Сейчас на балконную дверь, может, наклеим? Сейчас покажу, как из отюли смотрится. Ну, из отюли смотрится вообще великолепно. Вообще очень-очень красиво. Мне нравится. Сейчас подальше дойду, котён Тихон. Не наступить бы на тебя. Вот, да. И балконная дверь, она получается, в принципе, голая. Сейчас мы туда наклейки наклеим. А так здорово, красиво. Мне кажется, в темноте будет очень круто. Ну-ка, в даты я свет котёнок выключу. Может быть, получше видно? Ну, нет, на улице светло, всё равно облекает. Но, тем не менее, сеточка очень достойная. Из голомарта очень бюджетная, копеечная. Будет уютненько с ней, однозначно. Всё, налепили на балконную дверь. Внизу такой домик, снежиночки. Потом Дед Мороз летит в санях. Надо, наверное, свет включить. Вот наклейки без света и не видно совсем. И в целом картина так у нас будет очень симпатичненькая. Вот так украшена дверь балконная. И здесь у нас висит сеточка. Кстати, с балкона лучше видно сетку. Я вам сейчас с балкона покажу. Свет падает от окна же. Вот. Видите, с балкона её как-то получше видно. Но сами очертания сетки, они как-то лучше видны. Вот она не спадает. У меня до конца там компьютер с проводами. И вот эти снежиночки, да? Кстати, с этой стороны они тоже очень красиво смотрятся на двери. Милая помощница иголочки собирает, да? Да. Милая. В общем, вот, девочки, ёлочка. Мы её впихнули всё-таки между диваном, да, и кроваткой. Немножко пришлось поджать нижние самые длинные веточки. А так, в целом, вот она красавица. Мне очень нравится наша ёлка. У меня есть меньше. Но эта пушистая. Так, она, получается, с меня ростом. Я метр семьдесят. Она где-то, да, она где-то метр семьдесят, метр восемьдесят. Так, чуть повыше меня. Вот такая вот красоточка. Немножко, да, видите, вот длинные веточки пришлось тут поджать. Но ставить некуда. У нас в прошлом году просто по-другому стояла мебель. Там стояла дочери, да, и на столе, там в углу как раз мы возле окна, вот здесь мы её ставили. Она у нас тут стояла на столе в углу. Теперь она у нас будет стоять на полу. Мне нравится, когда она так стоит. Мы немножко сейчас ещё твою кровать подвинем. Кстати, Ксюша, у нас там есть запас. У нас там твой набор карандашей из-за кровати, помнишь? Да. Чуть-чуть подвинем, диван уже двигать некуда. В общем, она такая красивая. Я очень люблю вот эту ёлочку свою. Она необычайно красивая. Сейчас будем наряжать. Я ещё, кстати, забыла, девчонки, у меня же... Вот она, звезда фаберликовская. Вот эта. Сейчас мы, может, её куда прилепим? Может быть, ко мне. Куда же к тебе? У меня там тоже есть ульги. Прелесть ты моя. В общем, вот, сейчас с другой стороны вам покажу. Она так её лучше видна. Ёлочку, эту красоточку. Сейчас сначала наденем на неё гирлянду и будем вешать игрушки. Мишуру я на ёлку не вешаю, девчонки. Мне не нравится. Мишуру мы будем сейчас где-то по квартире развешивать. О, куда я звезду присобачила. Мне кажется, так прикольненько. Прямо на ветку, на верхнюю её надела и сзади затянула. Ух ты! Ну, красиво, да, котён? Да. У нас игрушки золотые и красные, она как раз будет в тему. Раз, два, три. Ёлочка, гори! Ю-ху! Динглбэнс, динглбэнс. Класс! Гирлянду надели. 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 Нацепили, короче, гирлянду на ёлку. Так, и теперь остались игрушки. А мне уже и так нравится. Ну-ка, свет, 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 свет. Опа! Кул. Красотиша. Нет, звезда, кстати, в тему. Нормально она там уселась. Красота! Ёлка, это просто круто. Да. Девочки, а к нам, кажется, уже Дед Мороз пришёл. Мы начали вешать игрушки и такое увидали. Здравствуйте, Дедушка Мороз. Как вам там сидится? Это котик. Вам там хорошо, да? Вам там нравится? Вы подарочки нам принесли? Ну-ка, отвечайте быстро. Молчит. Молчит. Ну, надеемся, скоро принесёт. Что за сборка ёлки, если не разбилась ни одна игрушка, да? И такое бывает, ничего страшного. Один шарик, минус. Ну что, девочки, тадам! Мы украсили ёлочку. Внизу, там, где сидел у нас Дед Мороз, я положила немножко мишуры, но чтобы было красиво, да? Подарочки туда можно будет нам все ставить. Места много. Я нижний ярост всегда делаю самыми маленькими веточками, а потом уже большими, чтобы можно было поставить под ёлочку что-то, да? И вот такая красота у нас получилась. Сейчас с другой стороны вам покажу, как оно выглядит с дивана. Нам будет красиво на неё смотреть. И котёночку со своей кроватки тоже будет красиво смотреть на ёлочку. Она уже туда залезала, да? Вот он, Дед Мороз нашёлся. Ну, здрасте. Что вы вылезли? И улёгся тут под ёлочку, смотрит недобрым взглядом почему-то. Так, сейчас я её в розеточку ещё включу. Мы повесили свои игрушки. Почти все повесили, чуть-чуть осталось. Которые вот так. У нас почему-то Дед Мороз улёгся на розеточку. Подождите, Дед Мороз. Мы её потом за кроватку пустим. Дед Мороз подвинули, он сердится всё. Вот и с этой стороны. Ну, получается, возле стены, прям возле стены игрушки не вешали, потому что она вплотную к стене стоит. А так вот такая красота. Очень люблю нашу ёлку за её пушистость. И никакую мишуру, дождики я ничего, девчонки, не вешаю. Никогда мне не нравится. Вот сейчас я куда-нибудь усяду, стою уже. Фух, устала порядком. Всё, не уселась. Так. Ну и вот. Вот она. К дивану немножко вот здесь вот не очень красиво, потому что вплотную. Но пока места больше негде поставить. У меня есть ещё маленькая ёлочка, небольшая, но я не хочу маленькую наряжать. Мне так нравится эта. И звезда хорошо смотрится. Так, сейчас свет выключу ещё попробую. Я люблю вот в таком вот золотом-красном цвете очень. Ещё стемнеет, когда сейчас за окном. Я вам всю картину полноценно обрисую, покажу. А так я довольна. Красота. Может, на фоне ёлочки вам видео буду снимать, да? Вот так уселась и снимай себе. И вроде как празднично. Здорово, красиво. У меня такой видок уже. Сейчас всё докрасим. Пойду в ванну. Полы помоем. Всё. Везде вот эта вот мишура. Иголки. Правильно, что я не стала убираться до. Вот. Так что вот такая, девчонки, красота. А, ещё девчонки бычка я поставила под ёлочку. Ну, как же без него. Символ года фаберликовский. Вот этот тоже, да? Хорошо там встал. Пускай стоит. Охраняет. Да-дам! Мы всё подготовили к Новому году. Желаю вам просмотра. Хорошего просмотра. Да. Так, вот что я ещё, девчонки, смастерила. Вот такую ёлочку ребёнку на стене. Прибабахала, присобачила. Вот так вот красиво. Ей будет у неё быть своя волочка. Ёлочка. Котик, да. Что-то он хрустит. Макс, тебе не нравится ёлочка? Спит, спит маленький. И повесила вот сюда ей гирлянду. Вот так она висит. По стеночке, по рамочке, по полочке. Да, сейчас я покажу. Отходи. Вот, вот так. Над кроваткой вот такая ёлочка. Кстати, гирлянду можно было пустить по ёлке. Тогда там много проводов будет, розетки. Ой, не очень я это люблю. Кстати, нужно тройник. Будет сказать папе, чтобы сегодня купил вот в эту розетку, потому что там удлинитель, настольная лампа, планшет, гирлянда. И куда-то надо втыкать ёлку, если мы захотим вдруг одновременно все вот эти огни включить. Тройник в розетку нам нужен, да. Она на виду, но ладно, ничего не поделаешь. Слушай, может нам тогда правда попробовать гирлянду вот эту по ёлочке пустить? А то как-то аляписты, да. Я сейчас попробую, девчонки. Да, девчонки, так гораздо лучше получилось. Ёлочка светящаяся, ещё одна на стене. Прям красота. Вот, и тогда тройник сегодня доскажем папе, чтобы он нам купил. Тройник. Сейчас в темноте покажем. Ну, классно же. Пупс, это твой ночник будет новогодний. Ога, круть. Круть? Да, камера передает очень красиво. Ну, нормально, ничего, такая ёлочка у меня получилась. Задумка. Мне каждый год хочется что-нибудь такое выдумать интересненькое. Здорово, здорово. Ну, и тут на столе возле цветочка, я его каждый год почему-то как ёлку украшаю, но что-нибудь на него положу или вот так вот мишурой обложила, да. Это у нас, кстати, фонарик. Мы покупали, раскрашивали сами из гипса, по-моему, такая фигурка. Он горит, но сейчас плохо видно. Сейчас, подожди, котёнка. Вот, и шарик из фикс-прайса здесь вот так вот будет на комоде у пупсика стоять. Ну, и в принципе, всё. О, больше я никуда ничего не вешала, ничего не украшала. Ну, это ладно, там поставили на стенку одну вещь. Сейчас, когда стемнеет, ещё, девчонки, покажу вам. Сейчас пока будем убираться. Полы мыть. Я вам правду. Ну, ладно, помощница моя. Вот. И как стемнеет, я вам ещё всю общую картину тогда покажу. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»